В мире существуют десятки, а то и сотни различных стилей и подвидов единоборств. В большинстве из них главную роль играют удары и выносливость спортсменов. Но есть и дисциплины, в которых на первое место выходит мощь всего тела, так сказать, от головы до пяток. Это различные виды борьбы. Сегодня мы поговорим о, возможно, самых популярных и развитых видах – о вольной и греко-римской, которые последние годы чаще всего объединяют под простым названием «спортивная борьба». Самые ранние материальные свидетельства использования людьми борцовских приемов относятся к 4-му тысячелетию до нашей эры. Речь идет об изображении борьбы шумерского героя Гильгамеша со львом, где человек берет зверя на удушающий, как настоящий профи. Различные статуэтки и рисунки, напоминающие подобный вид спорта, находили по всему миру в разные годы. Египтяне, греки, средневековые люди, арабские жители – все они были героями таких боевых мероприятий. Тут тебе и стойка, и партер, и болевые приемы. У греков борьба и вовсе была настолько популярной, что в 708 году до нашей эры ее включили в Олимпийские игры. А такие гиганты философской мысли, как Сократ и Платон, активно занимались ей. Для борьбы, как тогда, так и сейчас, не требовалось ничего, кроме желания. Сражаться могли худые, толстые подростки, старики, женщины. В общем, вплоть до наших дней борьба ничуть не уступала популярности любым другим развлечениям. Что же касается именно спортивной составляющей, то она стала проявляться на стыке 19-20 веков. Первыми мериться силами на коврах стали ожидаемо европейцы. Они продвигали больше греко-римскую борьбу, которую тогда также называли французской. Вольники же были в основном в Англии. Кстати, на Олимпиадах и та, и другая борьба существует уже более ста лет. Этот вид спорта всегда ценился мировым сообществом и никогда не терял в популярности. Подсчитать, кто и сколько заработал себе медалей на Олимпийских играх сложно. Много весовых категорий. Но если брать все в целом, то в общем медальном зачете за всю историю лидирует сборная СССР. И это неудивительно. Наши спортсмены всегда отличались своей силой воли и физическими габаритами. К тому же сборную представляли тогда армянские, грузинские и азербайджанские борцы, которые исторически сходу захватили лидерство в этом виде спорта и плотно держат его до сих пор. Современная Россия, кстати, тоже не отстает. Борьба – один из немногих видов спорта, в котором наша сборная первенствовала в командном зачете на всех Олимпийских играх. А чем же живет сегодня спортивная борьба в Приморье? Лучше всего состояние этой дисциплины можно оценить на максимально заполненных турнирах. Различные даже региональные соревнования собирают в в Владивостоке несколько сотен участников, причем самых разных возрастов. Здесь спортивная борьба развивается как минимум последние 50 лет. Классическая борьба началась здесь, от Тихоокеанского флота, еще в 50-е годы. Поэтому история очень большая и очень хорошие у нас заслуги, легендарные личности были. Где-то в конце 60-х, 70-х особенно годы очень сильно развивалась благодаря таким энтузиастам, как Виктор Андреевич Мехедов, Якимов Александр Яковлевич. Ну, то есть, тогда была плеяда сильнейших тренеров, которые объединились под руководством как раз Мехедова. И он смог организовать развитие по всему Приморскому краю очень много школ. Сегодня в Приморье этой дисциплиной занимается Федерация спортивной борьбы, куда входят четыре вида спорта. Греко-римская и вольная борьба, панкратион и грэплинг. Сами тренеры и руководители Федерации отмечают, что с появлением модных занятий вроде ММА популярность греко-римской борьбы немного поубавилась. Но, несмотря на это, свою нишу единоборств она все же занимает. Да и к тому же спорт ведь олимпийский. Практически каждый год у нас есть призеры России. И на Дальнем Востоке сейчас на федеральном округе по этой возрастной категории по кадетам, 2001 год и младше, у нас 9 финалистов из 11. То есть, уровень очень даже хороший. Поэтому, несмотря тоже на хорошие школы в Комсомольске, в Хабаровске, сейчас якуты очень сильно растут, все равно у нас достаточно, мы на хорошем уровне. Приморский край, кстати, один из первопроходцев новой системы правил борьбы. Дело в том, что совсем недавно Россия стала принимать международные поправки в правилах, которые, как отмечают специалисты, уж слишком часто стали появляться. Сейчас опять партер ввели, новое положение партера. Сделали формат взвешивания, то есть, чтобы ребята меньше гоняли вес, здоровье меньше тратили, да, сделали взвешивание два дня. Конечно, много нюансов. Поэтому вот, что нечеткие правила стали, каждый воспринимает по-своему, поэтому бывают накладки. Правила меняются через каждые полгода или три месяца, которые, в общем-то, не дают, так сказать, пользы. Кстати, именно поэтому часто последнее слово остается за судьями. Наверное, ни в одном другом боевом виде спорта не увидишь таких ожесточенных споров среди рефери. Судейство в спортивной борьбе – чрезвычайно сложная вещь. Нужно следить за каждой мелочью и быть максимально беспринципным. Не зря на таких турнирах даже стоит система с видеоповторами. А для вынесения финального результата приходится пару минут посовещаться. Но ничего, наш регион на своем примере показал, что адаптироваться можно под все. Желание бороться будет всегда сильнее каких-то условностей. На местных коврах борцы выкладываются на полную, сражаются по несколько минут. Особое рвение и огонь в глазах неоднократно отмечал даже сам Александр Карелин. Трехкратный победитель Олимпийских игр по прозвищу «Русский медведь» любит наш край. Здесь по приезду он открывает новые залы, знакомится с подрастающим поколением и дает максимально точные советы. «Один, но очень для меня важный, наверное, эпизод в жизни каждого, не только спортсмена, верить в себя. Кто-то считает, что это не очень важно. Я же убежден, что это основополагающее для любых достижений. Если достаточно веры, если ты готов жертвовать достижению цели, тогда все получится. И поэтому, разговарив с ребятами и с девочками, с представителями вольного стиля, борцами, я говорил именно об этом. Здесь самые замечательные возможности, здесь есть школа, здесь есть пять чемпионок мира. Я сказал им о том, что никому из них дорога не заказана. Вот на ту как раз доску почета, на которую эти девчонки, в общем-то, красноречиво улыбаются своим медалям». Ну а чтобы взглянуть на эти свои медали, для начала многого не требуется. Тренеры и представители Приморской Федерации отмечают, что какая-то база для занятий борьбой не нужна, потому как этот вид спорта и есть та самая база, после которой тебе будет легче и плавать, и бегать, и так далее. Поэтому многие приморские мальчишки и девчонки с самого раннего возраста выбирают именно этот спортивный путь. С вами был Максим Яковлев и программа «Вокруг спорта на восьмом». Субтитры создавал DimaTorzok